Окупанты отрезали ее племяннику ноги, а потом сожгли тело. Трагедия в Буче – одна из самых кровавых страниц войны в Украине. Замученными и расстрелянными были найдены сотни мирных жителей. Российские солдаты расправлялись с пятью близкими людьми Ирины Гаврилюк. Окупанты пытали их прямо во дворе дома. Вот так выглядит наш дом. Это шифер, который с крыши слетел. Волонтеры частично заменили его, потому что у них нет средств на полную замену. Заклеили с дислентой, чтобы вода не лилась в дом, когда идет дождь. В колодец наш оккупанты сливали солярку, поэтому он стал непригодным для использования. Дверь поломана. Когда мы сюда приехали, ее не было. Окупанты ее сняли. Потолок упал, окна выбиты. Я соседа попросила, чтобы он хоть фанерой их забил. В общем, дом стал непригоден для жизни. Это дом моего двоюродного брата. Он и его жена были моими кумовьями. Я крестила их сына. Это мой племянник. Ему было всего 33 года. Брата и племянника моего оккупанта пытали. Отрезали руки, ноги. Племяннику моему отрезали ноги прямо с тазом. А потом сожгли на детской площадке. Вместе с мужем Ирина Гаврилюк прожила в Буччи почти всю жизнь. Рядом жили родственники и кумовья. 5 марта Ирина и ее мама эвакуировались. Мужчины остались следить за домом. Когда началась война, мы всей семьей оставались дома. Прятались в погребе. А когда стало уже невыносимо, когда сильно начали бомбить, то мой муж и брат сказали, забирайте ребенка и убегайте. Вы женщины. А мы записались в терраборону в Буччи. У нас было две собаки и шесть кошек. Муж говорит, я собак и кошек не брошу. Животных надо кормить. Убегали мы под обстрелами. Когда проходили через Серпенский мост, оккупанты ранили на наших глазах одного мужчину. Он упал. Я не знаю, остался ли он жив. Никто не знает, что с ним. Связь с мужем и братом пропала. Лишь однажды брат позвонил. Это было где-то до 10 марта. Звонок был с чужого номера. Он тогда сказал, вы не волнуйтесь, у нас все хорошо. Единственное, российские солдаты, когда зашли в дом, расстреляли нашу собаку. Но мы живы. Мы с родными до последнего не верили, что случилась беда. Соседи как-то позвонили и говорят, Ира, твой муж и брат уже 3 дня не приходят есть. Мы думали, оккупация, но может в погребе сидят. До последнего не хотели верить, что их уже нет в живых. Как потом выяснилось, их расстреляли буквально через несколько дней после того, как оккупанты зашли в город. Сын зашел и опознал. И отца, и дядю. Извините. Убийством мирных жителей оккупанты не ограничились. Они разгромили дом Ирины. Здесь у нас был российский блокпост. Захватчики своими танками снесли нам полностью забор, разрушили крышу. 10 окон нет в доме. Вот так все и стоит, забитое. Я соседей попросила, чтобы они за домом следили, чтобы туда хоть дождь поменьше затекал. Благодаря волонтерам и благотворителям дом Ирины удалось отремонтировать. Но глубокая рана в сердце от потери близких останется навсегда.